итак всем привет добро пожаловать на канал формат 24 сегодня мы поговорим с вами о таком новом продукте торговой марки фейбл это микроцемент он уже был представлен на выставке на дизайн арене но в эксплуатацию он только входит сейчас массовое пользование вот что он из себя представляет это сухая масса которая разводится водой это называется однокомпонентный микроцемент вот разводится в водой в соотношении ну как вам удобно работать то есть там можно больше можно меньше это не имеет значения единственное что имеет значение и чем будет гуще сам микроцемент тем быстрее он у вас будет подсыхать и вам тяжелее будет работать сегодня мы рассмотрим я покажу вам технику нанесения как это делать на полу мы представим что это у нас участок пола вот единственное что рекомендуется если вы работаете на полу так как микроцемент все-таки это более напольное покрытие там уже дальше идет старостепенное понятие там как для ванных комнат там прочее в основном микроцемент был разработан как напольное покрытие вот и когда вы работаете на полу вам обязательно поверхность ваша должна быть хорошо прогрунтована без всяких там трещин то есть нормальная стяжка либо лучше даже это не велермасса еще пролито сверху и главное всегда используйте сетку кто там что не говорил то есть понятие как бы разнятся на этот счет но я считаю что сетку нужно использовать обязательно на стены это тоже касается особенно если у вас на стенах не все картон вот замешивать микроцемент лучше всего приблизительно в том количестве которое ну вы способны выработать в течение дня так как хоть у однокомпонент на у него время высыхания дольше чем у двухкомпонентного он сохнет там где-то порядка может ветре находиться около шести часов вот но на ночь оставлять замешана не рекомендуется иначе будет с утра у вас такая пасочка красивая и так отсыпали нашу микроцемент смесь микроцементную разводим его водичкой до состояния которая бы нас устроила единственное что хочу заметить в данной процедуре тот кто работал с сухими смесями знает что рекомендуется как бы сначала добавлять воду вот а затем уже в воду добавлять смесь это то что касается гипсовых растворов да там идет реакция когда если вы допустим шпаклевку добавляйте не воду а наоборот воду шпаклевку то шпаклевка она высыхает застывает быстро быстрее чем также как если вы возьмете обычный гипс сухой и как бы добавить его не в воду а шуранете туда воды он у вас застынет буквально за минуту и у вас уже будет камень так как у нас все это не в объемных масштабах честно тут я не знаю были споры с романом баб руком который разработал вот этот вот микроцемент утверждают что здесь не имеет значения куда вы добавляете смесь воду или воду смесь подтонируем его в серенький пускай будет серенький ну как бы все таки микроцемент он понятно из него можно особенно из однокомпонентного можно делать разные эффекты но все таки в первую очередь это эффект бетона эффект бетонных монолитных бесшовных покрытий это одно из его преимуществ вы можете наносить допустим его на пол одновременно наносить на стены и на потолок и тем самым получать такой вот минимализм без тыков пришел без ничего то есть ну вот я его развел до такого состояния эта фракция он будет в двух фракциях это фракция 600 верно будет 600 и 200 200 это меня ну 200 это уже более либо для стен либо для финишных уже этапов потому что все таки как он у нас идет основу всю нагрузку несет у нас вот этот вот слой я думаю что ну как бы из-за этого есть того что у него крупное зерно потому что он несет основную нагрузку и так друзья смотрите я вам сейчас буду показывать как правильно наносить микроцемент почему потому что есть одна особенность мы сейчас не разбираем стены то есть на стены вы можете наносить как вам удобно мы с вами сейчас говорим о полу что такое пол пол это как правило большая площадь вот и для того чтобы его сделать красиво вам придется работать буквально за один заход я о чем сейчас и о том что не сможете пойти пройти по полу допустим если вы отошли от стены уже метра на два вы не сможете пройти по полу там что что-то подправить поэтому нужно работать четко и с пониманием чего начинается начинается все от примыкание у вас есть угол у вас есть примыкание пола к стене вы сначала отходите от примыканий работы с микроцементом кстати есть специальный инструмент он такой идет специфический со скошенными углами я сейчас объясню зачем у меня к сожалению сейчас его нет потому что у меня его отработали как это называется это дело наживное как бы вот то есть по сути вы отошли сделали примыкание то есть примыкание от пола стене пола или наоборот от стены к полу то есть вы их нормально проработали потому что еще раз напомню вы уже назад все это как бы сделала и так сделал так она там преимущество кстати однокомпонентного микроцемента хоть он и считается слабее двухкомпонентного но у вас есть возможность на двухкомпонентном вот так как я сейчас мазать не получится там буквально вот мазнул два мазка и все и дальше иначе у вас начинается сразу задиры то есть он схватывается очень особенно когда начинает отдавать в лавку и вот дальше что вы делаете в это шлет угла и теперь то есть вот такими движениями вот почему я говорил специальный инструмент он имеет скошенные углы для чего для того чтобы вы могли то есть должна быть постоянно вот такая вот колбаса то есть когда вы протягиваете специальный инструмент вы как бы гоните волну то есть для чего это волна нужно для того чтобы у вас материал на краю не подсыхал и у вас не было до потом дополнительных всяких стыков и когда вы прогнали волну вы начинаете его как бы разгонять попутно если у вас вы движетесь вдоль примыкания попутно обрабатываете примыкание ваших вот таким же шмотаром грубо говоря ну на объеме это делается как вы сведра его накидали и уже начинаете гнать на себя то есть вот такими вот движениями плашка конечно не позволяет этого показать в этой красе но будет объем посмотрим на объем и вы как бы уже дальше работаете создаете рисунок как бы вы хотели потому что рисунок у вас уже должен быть на первом слое потому что потом в дальнейшем вам все равно придется его после финишного слоя вам придется его прочухивать потому что поеде будут капли там застывать что-то пропустится вот и тот рисунок который у вас был внизу он будет проявляться так так а то есть уже так как я делаю вот если взять вот допустим я там могу суда до полицию покуда рука достает вы стоите на коленях и вот сюда рука достает покуда вы можете им работать дальше только вы вот этот пересекли этот рубеж это нужно понимать это важно еще раз повторюсь для чего нужна эта волна потому что ну что-то скажет что же там быстро что там только и подсохнет ребят всякое бывает вот допустим у меня вот но я еще не понимаю расход этого материала взял как бы все выглядит на полпаша то есть месяц придется домешивать если это происходит на объеме то по крайней у вас это вам как бы волна лежит на краю вас крайне сок вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Если вы будете давать много, у вас появятся потом на полу бугры, а понятно, что это пол, там будет становиться мебель и прочее. Это тоже никому не стоит. Вот, поэтому... Главное, это что? Работа с примыканиями, чувство, сколько ты накладываешь материала и соблюдать вот эти вот правила, когда по поводу волны и прочего, для того, чтобы тебе не подсыхал. Ну и желательно приобрести правильный материал. Очень хорошая у меня была кельма для микроцемента Нормарина Куз. Она относительно недорогая и очень хорошо себя зарекомендовала. Не чернит ничего, потому что дешевый инструмент на микроцементе очень сильно чернит сразу. Даже если у вас, допустим, вы там работали с другими материалами, у вас там не было, чем она тут на микроцементе, она там будет. Хорошо себя зарекомендовали вот именно комы, кельмы, хорошо, они как бы не чернят, но они как бы не совсем, как бы для стенки нормально все, ничего не могу сказать. А для пола все-таки хорошо работает профессиональным ровным инструментом. Смотри, тютель в тютель попал. Есть еще порох. В принципе, как бы основа готова. У нас первый слой. И мы его оставляем, ну, где-то получится у вас на следующий день. Если бы это было двухкомпонентно, это было бы гораздо быстрее, ну, и то рекомендуется как бы выждать там ночь хотя бы. А, ну, здесь однозначно, то есть на ночь мы его оставили. Да вы уже ничего не сможете сделать. Теперь небольшой эксперимент. Честно скажу, я на предыдущих микроцементах, я такого не исполнял. Вот, это сейчас мне пришло в голову абсолютно. То есть у меня есть специальный раствор, тайно открывать не буду. Ну, вот. Мы придадим ему эффект такой винтажности. В общем, я попробую. Все, кто-то, 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 кто-то... Да. Да. Здесь будет очень, очень хочу. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и дадим ему в таком состоянии высохнуть Субтитры сделал DimaTorzok